Дорожное движение По первому вопросу, можно ли говорить о том, что с введением новых поправок процедура сдачи экзаменов станет проще? Вряд ли она будет проще, потому что раньше ученику надо было сдавать один экзамен в ГАИ, то есть в этот день, когда он сдавал экзамен, у него принимали как теоретический экзамен, так и практический, то есть это вождение на автодроме и вождение по городу в реальных условиях. А вот сейчас же экзамен разбивается на два этапа, то есть первый этап входит это теория и практика на автодроме и только после этого ученика принимают экзамен по городу. Больше того, сейчас обучение в данном случае тоже будет меняться, потому что ученик, не сдавший теорию и экзамен на автодроме, к обучению в городе он не допускается. И в связи с этим я вижу, что проще сдавать экзамен не стало. То есть наоборот, я считаю, произошло ужесточение, но не в плане штрафа, как мы привыкли считать, а наоборот, подготовка водителя здесь гораздо станет выше и лучше. А каким образом будет осуществляться обучение под категориям и вообще насколько это верное решение, по вашему мнению, разделить одну категорию на составляющие? Ну, на сегодняшний день программ так таковых пока нам еще не поступило в автошколу, вот как это будет происходить и как мы будем обучать, мы пока не знаем. А то, что правильно или неправильно разбили на такое количество категорий, я тоже считаю, что тут правильно, потому что разновидность на сегодняшний день транспортных средств у нас большая. И даже взяв ту категорию С, то есть если раньше получил водитель в категорию С, он мог управлять транспортным средством с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, то сейчас же категория С1 позволяет управлять не более 7,5 тонн. То есть сузили, скажем так, круг использования транспортных средств и сделали аспект на конкретном виде транспортного средства. То есть это тоже, я считаю, будет улучшение как в качестве подготовки водителя, так и в дальнейшем работе этого водителя на этом транспорте. То есть самому учащемуся будет проще познать все вот эти вот моменты? Да, то есть тот, он уже будет готовиться к конкретному, скажем так, транспортному, конкретному виду транспортных средств. Также не стоит забывать, то есть вот категория М появилась, да, то есть мопед. То есть в данном случае тоже видим, как будет положительный эффект даст, потому что если раньше на мопеде водитель, двигаясь по дорогам, скажем так, мог даже допускаться без знаний права дорожного движения, потому что никто не контролировал это, только, скажем так, ложилось на плечи данного водителя, то сейчас же непосредственно должно быть водительское удостоверение. А еще одно послабление для учащихся – это обучение на автомобилях с автоматической коробкой передач. В принципе, раньше было не запрещено обучать на этих автомобилях. Вообще, пользуются ли спросом данный способ? Значит, мы сделали опрос в нашей школе, то есть опрашивалось примерно около ста человек, и ни один из учащихся не изъявил желание обучаться на автомобиле с коробкой автомат. Почему? Потому что, открыв данную категорию, у него будет отметка, значит, категория B с автоматом, то есть автомобиль с автоматической коробкой переменных передач, и в данном случае управлять уже автомобилем с механической коробкой передач, он не имеет права. И вот тут уже, скажем так, потребитель, тот же водитель, да, то есть молодой, он уже видит, что есть существенная разница, и ограничивать себя в данном случае он не готов на следующий день. И поэтому наша школа отказалась просто от приобретения такого в таймбере, потому что мы видим, что спроса на рынке в данном случае с коробкой автомат нет. Но не упростит ли для самого ученика обучение на автомате процесс? Кого-то пугает именно механика, потому что очень много манипуляций нужно сделать. Ну, станет ли это проще для ученика? То есть тут, с одной стороны, конечно же, будет проще, потому что ученику, скажем так, не понадобится какое-то количество занятий, чтобы освоить ту педаль степления, с которой он постоянно борется. А вот, ну, у кого-то и так проблем не возникает. Проще, конечно, будет, но, как мы видим, спроса так на этот автомобиль не возникает, потому что человек знает, что если он на механике научится управлять автомобилем, то и, соответственно, с автомобилем, с коробкой автомат, то есть он тоже может спокойненько управлять. И в этом случае говорить проще, не проще. Но вот вы, как эксперт и как водитель с большим стажем, как считаете, что лучше, просто вот знать механику или не имеет значения? Ну, скажем так, проработав 6 лет в этой области подготовки водителей, я не встретил еще ни одного человека, который бы не освоил педаль степления. То есть я не вижу, что прямо человек, скажем, не может освоить педаль степления. То есть я не вижу такой, скажем так, необходимости именно отказаться от механической коробки переменных передач и учиться только на автомате. Но в любом случае, учитывая то, что нововведения у нас все-таки приняты, автошколам, по всей видимости, придется несколько изменить программу обучения. Как вы считаете, готовы ли они сегодня к таким глобальным изменениям? Значит, автошколы, в принципе, то есть, как вот я могу сейчас располагать той информацией, которая имеется, да, то есть они, в принципе, готовы. Почему? Потому что преподаватели те же самые, инструктора те же самые остаются. Единственное, что сложным автошколам дастся, это приобретение тех транспортных средств, которые на сегодня позволяют готовить водителя на те подкатегории, которые вводятся. То есть не каждая автошкола на сегодняшний день может, допустим, купить тот же самый грузовик, да, с решенной максимальной массой более 7,5 тонн. То есть это, скажем так, тот же самый КАМАЗ и так далее, и пошло и поехало. То есть это очень, скажем так, большие затраты понесут школы. И еще раз говорю, не каждая автошкола на сегодняшний день может позволить себе такую технику. Соответственно, она просто откажется данной категории и будет готовить уже ту категорию, скажем так, водителей, которая может позволить себе с техникой. А вообще реально вот в условиях города выпустить учебный автомобиль тот же КАМАЗ? Вот как это вообще будет выглядеть? Ну, в принципе, тут грузовики же у нас и двигаются, просто тут техника, скажем так, побольше становится. Я считаю, что не должно быть никаких проблем в этом плане. Ну и рисков, наверное, больше? Все-таки садятся ученики неопытные? Нет, ну сейчас посмотрите, то есть они, чтобы выехать на дорогу, ученики, они будут сдавать теорию и автодром. То есть у них сначала примут теорию, примут автодром и с отметкой экзаменатора, то есть ГИБДД, да, то есть он выезжает на дорогу. То есть он уже, имея первоначальные навыки, имеет познание в правилах дорожного движения и в данном случае переживать за него, что он не справится с этой техникой, я не вижу, собственно, таких больших каких-то недостатков. Я вас правильно понимаю? Для начала теперь учащиеся будут учиться теоретическому курсу и ездить на полигоне, и только потом они будут обучаться движению в городском цикле? Да, совершенно верно. То есть подготовлен, значит, на сегодняшний день имеется проект, который еще не утвердили, но исходя из этого проекта, мы видим, что чтобы школа допустила ученика к обучению в городе, то есть в условиях реального движения, ученику нужно сдать теорию и автодром в ГАИ. И только после этого с отметкой, что он сдал и прошел первый этап экзамена, автошкола допускает его к управлению автомобилем по городу. И вот тут возникает сложность. Почему? Потому что в данном случае мы видим, что если раньше было у нас 50 часов вождения, из них 19 часов отводилось на автодром, и в этом случае, если ученик не сдал автодром, и школа не может ему предоставить дополнительные часы, то есть исходя из учебной программы. Ну, грубо говоря, он заплатил 35 тысяч за полный курс обучения, то есть туда вошли, допустим, 106 часов в теории и 50 часов в практике. Ему дали 19 часов вождения на автодроме, 106 часов в практике. Получается, ему не хватило часов на автодроме, он не освоил, и сдавать он не может. Автошкола не может дать те оставшиеся часы, которые программы предусмотрены по вождению в городе, то есть на автодром. И тут ученику придется либо доплачивать, доплачивать из личного кармана дополнительно, чтобы взять какие-то часы и освоить те навыки управления на автодроме. И вот я считаю, что цена в данном случае, конечно же, возрастет на обучение, скажем так, на водителя. Но не у всех. Это касается именно той группы людей, у которых не будет получаться, допустим, освоить автодром за 19 часов, скажем так, практики. А необходимость приобретения дополнительной техники, те же там мотоциклы, трициклы и так далее, оно не приведет к тому, что у нас сама услуга станет дороже, то есть получить водительские права станет дороже? Ну, на сегодняшний день, скажем так, любая услуга у нас имеет определенную цену. Квадроцикл – это не слишком дорогая техника, то есть он также соизмерим с тем же автомобилем категории «Б». И в данном случае автошкола на сегодняшний день может позволить себе такую роскошь. А вот грузовики, которые там С1, С-категория, да, то есть, конечно же, тут даже и купить им в школе будет сложно, не говоря уже и содержать эту технику, потому что за общастие на такую технику стоит гораздо дороже, чем нежели на ту же категорию «Б», то есть на легковые автомобили. А учитывая все нюансы, которые теперь появились, вот получится, вероятно, что сама процедура обучения тоже затянется, то есть она будет, допустим, не три месяца, как сейчас, а гораздо дольше? Ну, значит, мы сидели со специалистами и, скажем так, прорабатывали этот проект, который у нас вышел, да, то есть дали нам на ознакомление о приемке экзамена. В данном случае увеличение, скажем так, обучения, то есть увеличение времени на обучение здесь, наверное, не будет. То есть автошкола, скажем так, на сегодняшний день может позволить себе выдать вот эту, скажем так, ту программу обучения, которая предусмотрена, опять же, которая сейчас уже существует. То есть мы не видим сейчас какие-то иные программы под категорией, с нами еще до нас это еще не довели. И говорить сейчас, будет ли увеличение, либо нет, это очень сложно говорить, потому что программ таковых нет. Но наша автошкола, в принципе, готова на сегодняшний день даже уже, исходя из тех программ, которые сейчас существуют, спокойненько перейти плавненько, то есть на обучение уже вот этих под категорий. Ну скажите, ну вот этих вот стандартных часов, которые автошкола сегодня за вот ту сумму, которую берет, предоставляет ученикам, ученикам, их хватает на то, чтобы вот хотя бы какие-то азы познать, и чтобы не страшно было выезжать на дорогу? Значит, дело в том, что каждый ученик, это все-таки человек, и все его физиологические особенности, они индивидуально у каждого развиты. И количество часов, которые предусмотрены программой, они, скажем так, я не знаю, из чего они складывались, да, то есть получается, что для одного ученика часы даже остаются, да, то есть в том плане, что ему уже не нужно, он уже спокойненько освоил эту программу, умеет спокойненько маневрировать транспортным средством, вот, а кому-то не хватает, то есть у кого-то сложнее это дается. Ну, к примеру, допустим, бухгалтер, он быстрее, скажем так, учит правила, чем нежели учится управлять в тайбере, потому что у него физиологическая особенность внимания, да, то есть и зрительная память, да, то есть у него очень хорошо это развито. А вот с вождением немножко посложнее у него возникает. И вот тут, опять же, школа пытается уже помимо программы, то есть дать дополнительные часы, то есть тем людям, ну, скажем так, никого не оставляем, со всеми работаем и непосредственно пытаемся, скажем так, сделать все хорошо, то есть чтобы подготовка стала гораздо лучшими качествами. Ну, то есть необходимости увеличить продолжительность курса обучения на сегодняшний день нет? Пока нет, потому что не вышли программы. То есть мы-то, скажем так, как образовательные учреждения, не имеем права уменьшать данную программу. То есть и говорить сейчас, насколько это затянется, мы не можем. Ну и еще один вопрос у меня есть. Вот новые поправки позволяют автошколам самостоятельно принимать экзамены по теоретическому курсу и знанию полигона. Но при этом полигон должен быть оборудован автоматической системой фиксации ошибок. Но вот насколько оправдано переоборудование уже имеющегося полигона сегодня на Яброске? Значит, по поводу оборудования, я не знаю, сколько это будет стоить. Почему не знаю? Потому что я на сегодняшний день считаю это довольно-таки очень глупой затеей. Дело в том, что автошкола не должна контролировать себя. Автошколы должны контролировать, скажем так, те же госструктуры, то есть вот ГИБДД, если и отвели, значит, функцию контроля за, скажем так, выпуском водителей. Вот, соответственно, это очень хорошо. Если автошкола начнет контролировать себя, то есть она сама готовит этих водителей и начнет себя еще и контролировать, то, извините меня, что-то тут пойдет не так, потому что явно тут, допустим, школа захочет избавиться от ученика и проще это будет сделать. По поводу оборудования, значит, это очень дорогое удовольствие, тем более в крайнем севере, у нас, да, тут на севере, это может быть просто не заработать на автодромах. Да и для чего это автоматическая фиксация нарушений, то есть, допустим, на автодроме? Ведь инструкторы так знают, как он сделал неправильно, и ученик тоже понимает это делать. Для чего вот эти датчики, я вообще понять не могу. Ну, то есть, вы считаете, что лучше экзамены сдавать, как говорится, по старинке? Я считаю, что нет на сегодняшний день, скажем так, того экзаменатора, который может спокойненько оценить все происходящее на дороге. То есть, компьютер на сегодняшний день такое сделать не сможет. А человек, видя, как он управляет транспортным средством, как ученик управляет, то есть, экзаменатор, и в каких условиях он на сегодняшний день попадает, этот водитель, он спокойненько, и это уже, так скажем так, объективно оценивает эту ситуацию. Может быть, вам есть что еще добавить касательно всех вопросов? Ну, в принципе, мы затронули все темы. А что бы вы хотели бы сказать начинающим водителям и опытным водителям? Ну, хотелось бы пожелать, чтобы все-таки не нарушали наши участники даже движения правила и все-таки были солидарны по отношению друг к другу. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был эксперт по правилам дорожного движения Евгений Монаков. Евгений Васильевич, спасибо вам еще раз большое и спасибо, что вы делили время. Спасибо.